Благодаря Духу, аминь. Святители, я вам златоусловно, Рождество Христово. Вижу таинство необычайное и чудное. Пастыри оглашают слух мой, Произнося не пустынную песен, но воспевая небесный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, Хервими взывают, серафимы славословят. Все торжествует, видя Бога на земле и человека на небесах. Высокого внизу по его домостроительству и низкого вверху по Божию человеколюбию. Сегодня Вифлеем уподобился небу, Вместо звезд приняв поющих ангелов, А вместо солнца неизъяснимо вместив солнце правды. Не исследуй, как это. Где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, не шел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается сущий, и сущий становится тем, чем он не был. Будучи Богом, он делается человеком, не переставая быть Богом. Не теряя божества, он стал человеком. И с другой стороны, не через постепенное приспияние из человека сделался Богом, Но, будучи словом, он стал плотью. Так что естество его осталось неизменным по своему бесстрастию. Цари пришли и удивлялись небесному царю, как он пришел на землю, Не имея при себе ни ангелов, ни архангелов, ни престолов, ни господств, Ни сил, ни властей, но прошедший необычайным и непроходимым путем, Произошел из неприкосновенного чрева, Не оставив, впрочем, ангелов своих без своего руководства И не потеряв собственного божества через вочеловечение у нас. Цари пришли поклониться небесному царю славы, А воины послужить военачальнику сил. Жены пришли к рожденному от жены, Чтобы изменить скорбь жены в радость. Девы к сыну девы, Удивляясь, как творец молока и сосцов, Производящий из сосцов текущие сами собою потоки, Принял младенческую пищу от матери. Девы, младенцы, к сделавшемуся младенцем, Чтобы из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Матфея 21 глава 16 стих, Псалом 8 глава 3 стих. 8 Псалом 3 стих. От отроки к отроку, Сделавшему их мучениками по причине иродово неистовства. Мужи, к ставшим человеком И уврачевавшему болезни рабов. Пастыри к доброму пастырю, Положившему свою душу за овец. Священники, к сделавшемуся первосвященником По чину Милхиседекову. Рабы, к принявшему образ раба, Чтобы украсить наше рабство свободою. Рыбари, к сделавшему их из рыбарей ловцами людей. Мытари, к явившемуся из мытарей евангелиста. Блудницы, к простершему ноги своих слезам блудницы. Кратко сказать, Все грешники пришли видеть Агнца Божия, Берущего на себя грех мира. Иоанна 1 глава, Иоанна 1 глава 29 стих. Волхвы, воздавая ему честь, Пастыри, прославляя его мытари, Благовествуя блудницы, Принося мира. Самарянка, Жажда источника жизни. Хананиянка, Имея несомненную веру. Итак, Когда все радуются, И я хочу радоваться, Хочу ликовать, Хочу торжествовать, Но я ликую, Не на цитре играя, Не смычок, Приводя в движение, Не свирели имея в руках, Не факелы зажигая, Но вместо музыкальных орудий, Принимая пелены Христовы, Они для меня надежда, Они для меня жизнь, Они для меня спасение, Они для меня свирель, Они для меня цитра, Поэтому я и привожу, Взяв их, Чтобы их силою получить силу речи И сказать с ангелами Слава Вышних Богу, А с пастырями И на земле мир, В человеках благоволение. Евангелие от Луки 2 глава 14 стих. Рожденный неизъяснимо от Отца сегодня, Непостижимо рождается от Девы ради меня, Но когда Он по естеству родился от Отца прежде веков, Как знает родивший, А сегодня Он сверхъестественно родился, Как знает благодать Святого Духа. И горнее рождение Его истина, И долнее рождение Его не ложно. Истинно родился Он, Как Бог от Бога, Истинно родился Он же, Как человек от Девы. Вверху Он один от одного единородной, Внизу Он же один от одной Девы единородной. Как в горнем рождении Его нечестиво представлять мать, Так и в долнем рождении Его богохульно допускать Отца. Отец родил Его бессеменно, И Дева родила Его нетленно. Ни Бог не потерпел разделение, Родив Его, Потому что родил боголепно. Ни Дева, родив Его, Не испытала растления, Потому что родила Духа. Поэтому ни горнее рождение Его Не может быть изъяснимо. Ни пришествие Его в последние времена Не допускается исследование. Что сегодня родила Его Дева, Это я знаю. И что Бог родил Его без времени, Этому верю. Но способ Его рождения Я научился чествовать молчанием, А не научен исследовать словопрениями. По отношению к Богу Не должен обращать внимания на свойства дел, Но веровать в силу действующего. Ведь по закону природы бывает, Когда жена, вступившая в замужество, Рождает. А когда Дева, Не испытавшая брака и родившая, Опять оказывается Девою, Это выше природы. И так пусть исследуется то, Что бывает по природе, А то, что выше природы, Пусть чествуется молчанием. Не как достойное небрежение, Но как неизъяснимое И достойное почтение молчанием. Но простите меня. Прошу вас, если я захочу В самом начале прекратить Свою речь. Страшась исследовать выше, Я не знаю, Как или откуда мне обратить Кормила речи, Что же я скажу, Или о чем стану беседовать. Я вижу родившую, Вижу рожденного, А способа рождения Не постигаю. Побеждается природа, Побеждается предел ее порядка, Когда хочет этого Бог. Не по природе произошло это событие, Но было чудом выше природы, Потому что природа не действовала, А действовала воля владыки. О, неизреченная благодать! Единородный, Сущий прежде веков, Неосязаемый, Простой и бестелесный, Приняло себя мое тленное, Видимое тело. Для чего? Для того, Чтобы, сделавшись видимым, Научить, А научив, Вознести нас к невидимому, Так как люди считают зрение Достовернее слуха, И в том, Чего не видят, Сомневаются, Поэтому Бог и благоволил Сделать себя видимым, И для глаз, Посредством тела, Чтобы уничтожить сомнения. Он рождается от девы, Не познавшей этого дела, Потому что она Не содействовала событию, И не от нее зависело это дело, Но она была только Орудием его неизвеченной силы, Узнав только то, Что сказал ей Гавриил На вопрос ее, Как будет это, Когда я мужа не знаю? Он сказал ей, Это хочешь ты знать. Дух Святый найдет на тебя, И сила Всевышнего осенит тебя. Евангелие от Луки 1 глава, 34-35 стихи. Как же он был с нею, И спустя немного времени Произошел из нее. Как художник, Нашедший полезнейшее вещество, Делает из него Прекраснейший сосуд, Так и Христос, Нашедший святое тело И душу девы, Устроил себе Одушевленный храм, Образовав человека в деве Таким образом, Каким восхотел. И облегшись с него, Ныне пришел, Не устыдившись, Ни благообразия естества. Для него не было постыдно Понести собственное создание. И это создание приобрело Величайшую славу, Сделавшись одеянием художника. Как при первом создании Невозможно было образовать человеку, Прежде чем перст взята была В руки Божии, Так и поврожденный сосуд Не мог бы возобновиться, Если бы он не сделался Одеянием создателя. Но что я скажу, Или о чем стану беседовать? Чудо изумляет меня. Ветхи днями, Как сказано у Данила, 7 глава, 22 стих, Сделался младенцем. Восседающий на престоле Высоком и превознесенным, Говорит Исаиев, 6 главе, 1 стих, Полагается в яслях. Неосвязаемый, Простой, несложный и бестелесный, Освязается человеческими руками. Расторгающий узы греха, Повивается пеленами, Потому что он так хочет. Он хочет бесчестие обратить в честь, Бесславие облечь славою, В пределах унижения показать образ добродетели. Поэтому он принимает мое тело, Чтобы я вместил его слово. И приняв мою плоть, Дает мне своего духа, Чтобы и давая, и принимая, Сообщить мне сокровища жизни. Он принимает мою плоть, Чтобы осиять меня, Дает мне своего духа, Чтобы спасти меня. Придите же, будем праздновать, Придите, будем торжествовать. Род празднества необычайный, Потому что необычайный способ рождения. Ныне древние узы разрешены, Дьявол посрамлен, Бесы обратились в бегство, Смерть сокрушена, рай открыт, Проклятие уничтожено, Грех удален, Заблуждение истреблено, истина, Возвратилось, и учение благочестия Пак всюду рассеялось и распространилось. Вышняя жизнь насаждена на земле, Ангелы входят в общение с людьми, И люди бестрепетно беседуют с ангелами. Почему? Потому что Бог пришел на землю, И человек на небо. Все соединилось. Пришел на землю, Всецело существующий на небесах, И всецело существующий на небе, Всецело является на земле. Будучи Богом, Он сделался человеком, Не переставая быть Богом, Будучи бесстрастным словом, Он стал плотью, Сделался плотью, Чтобы обитать в нас. Богом Он не сделался, Но был, А стал плотью, Чтобы кого не вмещало небо, Того приняли ясли. Для того Он и положен был в яслях, Чтобы питающий все, Принял младенческую пищу От матери девы. Для того отец будущих веков Не чуждается объятий девы, Как грудное дитя, Чтобы сделаться доступным И для волхвов. Ныне и волхвы пришли, Сделав начало удивления от мучителя, И небо хвалится, Указывая звездою своего владыку, И Господь, Восседая на легком облаке своего тела, Стремится в Египет, По-видимому, Избегая козни Ирода, А на самом деле, Исполняя сказанное Исайю, В тот день Израиль Будет третьим с Египтом и Осирию. Благословение будет посреди земли, Которую благословит Господь Саваоф, Говоря, Благословен народ мой, египтяне, И дело рук моих, осириане, И наследие мое, Израиль. Исайя, 19 глава, 24-25 стихи. Он пришел в Египет и потряс, Сделанное руками истуканы египетские, Не без причины, Но потому что некогда запечатлел Жилище египетские истреблениям первородных. Поэтому ныне пришел он как первородный, Чтоб прекратить плач, Вызванный древней скорбью. А что Христос называется первородным, Об этом ныне свидетельствует евангелист Лука, Когда говорит, И родила сына своего первенца, И спеленала его, И положила его в ясли, Потому что не было им места в гостинице. Евангелие от Луки 2 глава 7 стих. Итак, он пришел в Египет, Чтоб прекратить плач, Вызванный древней скорбью, Водворив радость вместо мучений, Даровав свет спасения вместо ночи и тьмы, Вода реки сделалась тогда нечистой, От убиения юных младенцев. Поэтому пришел в Египет он, Некогда обогревший воду, И сделал потоки реки, Источающему спасение, Очистив осквернение и нечистоту их, Силою духа. Озлобились некогда египтяне, И в бешенстве отвергли Бога. Поэтому он пришел в Египет И исполнил боголюбивые души Познанием Бога. Реки же сообщил силу Производить мучеников, Обильнее колосев. Впрочем, по краткости времени Хочу здесь окончить свою речь, И окончу ее здесь, Прибавив таким образом, И будучи он бесстрастным словом, Стал плотью, Причем естество его осталось Неизъяснимым и неизменным. Что же я скажу, Или о чем буду беседовать? Я вижу плотника и ясли, Младенцы и пелены, Рождения от девы, Лишенная всего необходимого, Все в бедности, Все в нищете. Видишь ли ты богатство В этой великой нищете, Как он богатый стал бедным Ради нас, Как он не имел ни ложа, Ни постели, Но был положен в голых яслях. О бедность, Служащая источником богатства, О безмерное богатство, Имеющее вид бедности, Он лежит в яслях И потрясает вселенную, Повивается пеленами И расторгает узы греха, Еще не произнес Членораздельного звука И научил волхвов, И указал им путь К возвращению. Что я скажу, Или о чем буду беседовать? Вот младенец, Повивается пеленами И полагается в яслях. Предстоит Мария, Дева и Матерь, Предстоит Иосиф, Называемый отцом его. Он называется мужем, А она называется его женой. Названия согласны законам, Но не означают их сочетания. Разумеет, здесь только название, А не дело. Он был только женихом ее, А дух святой осенил ее. Поэтому Иосиф в недоумении Не знал, что сказать о младенце. Приписать его прелюбодеяние Он не дерзал. Произнести хульное слово О деве он не мог. И собственным сыном Назвать его не решился. Он хорошо знал, Что ему неизвестно, Как или от чего он родился. Поэтому, когда он недоумевал О данном событии С неба было принесено Внушение голосом ангела. Не бойся принять Марию жену твою, Ибо родившиеся от ней Есть от Духа Святаго. Матфея Евангелие 1 глава 20 стих. Дух святой осенил деву. Почему же он рождается От девы и сохраняет девство Неповрежденным. Так как в древности Дьявол обольстил Еву, Бывшую деву, И то поэтому говорил, Благовестовал Марии, Деве. Но обобщенная Ева Произнесла слово, Послужившее причиной смерти. А получившее Благовестование Мария Родила слово воплоти, Приобретши нам вечную жизнь. Словом Евы указано древо, За которое Адам Изгнан из рая. А слово, Родившееся от девы, Явило крест, Через который разбойник На место Адама Веден в рай. Так как ни язычники, Ни иудеи, Ни еретики Не верили, Что Бог родился Нетленно и бесстрастно, То поэтому ныне Происшедший из страстного тела Сохранил страстное тело Бесстрастным, Чтобы показать, Что как родившийся от девы Не нарушил детство, Так и Бог Был без искления И изменения И святого естества его Родил Бога Боголепно, Как Бог. И так как люди, Оставив его, Извояли Человекообразных Истуканов, Которыми служили К оскорблению Создателя своего, То поэтому ныне Слово Божие, Будучи Богом, Явилось в образе человека, Чтобы и ложь уничтожить, И Богопочтение Обратить Незаметным образом На себя самого. Будем же Восылать славу Христу, Сделавшему Неудобно и удобным С Отцом и Святым Духом Ныне и пресно И во веки веков. Аминь. Аминь.